Вот мне сейчас только дали такую записочку, я должна пригласить, написано девочка Наташа Аллатовцева, она здесь еще выдержала, девочка? Да, девочка. Вот она. Пожалуйста, представьтесь, если нужно что-то, скажите, от кого вы? От себя или от родителей, или друзей? Здравствуйте, я из Волгограда, и я хотела бы вам сочетать письмо, которое прислала моя мама. Уважаемый Наум Моисеевич, с днем рождения! Спасибо вам за ваше творчество. Через версты, расстояния, океаны я могу вам подарить только любовь. Любовь свою, моей семьи, но любовь искреннюю, долголетнюю, самозабвенную, которая, как выяснилось, не знает расстояния и времени. С вашим творчеством меня когда-то познакомил мой папа. Он был главным человеком в моей жизни. У него было два любимых поэта, Есенин и вы, и оба в то время запрещенные. Папы нет уже сорок лет. На уроках литературы знакоме студентов с поэзией шестидесятых, где поэт не что для сорока, где поэт не что для досрока, запел, заплох и вышел весь, где больше дела для пророка, но только камни есть и здесь. Я знакомлю их и с вашим творчеством, скромно, но настойчиво пытаюсь заделывать брешь в нашем литературном образовании, восстанавливать прерванную связь времен. Но вот чудо! Судьба сделала мне подарок. Благодаря моей доченьке она познакомилась с Михаилом Григорьевичем, а он дружит с вами. Я даже не мечтала, что смогу быть почти на осязаемом расстоянии с поэтом, которого когда-то любил мой папа. Поэтом, для которого гласность, открытость, честность, естественные человеческие потребности. Поэтом, который не забронзовел со временем и всегда был не тяжел, а легок, но вместе с тем основателем искренним и нелюбничим. Уже полтора столетия промчалась астма, кони все скачут и скачут, а измы горят и горят. А нам, женщинам, жить хочется иначе, потому что жизнь на сон похожа, без счастья и веры в него. Нам, к сожалению, еще отливаются веры, марши, блеск знамен. Не всегда удается обжить мир, сползающий во тьму, но приходит рано старость живущим без любви. А суть любой женщины и главное достоинство русской женщины – любовь. Позвольте вам подарить свою любовь. Верю, что семейные традиции, в том числе любовь к вашему творчеству, будут передаваться в нашей семье и далее. От папы ко мне, от меня к дочери, а от нее к внукам. Ведь жизнь – enjoy, как вы утверждаете, а наши дети – хочется верить. Дети мира, без расстояний, запретов, вражды. Крепкого здоровья вам, оптимизма, творчества в труде, интересных идей и успехов в их осуществлении, мира, добра, радости, семейного благополучия. Да хранит вас Бог. С любовью, почитательница вашего творчества, Наталья Алатарцева. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Наума Исеевича, Евгений Александрович Евтушенко. Дорогой Эмма, спасибо за то, что твои стихи напомнили о необходимости поэзии и совести. Без строк о коне все скачут и скачут, А избы горят и горят. Без можно строчки нанизывать посложнее, попроще, Но никто нас не вызовет на Сенатскую площадь, Нельзя представить историю русской совести. Ты никогда не старался стать бессмертным, Но придется. Твой верный читатель с 15 лет Не сразу, но в конце концов, Вылеченный от идеализации доброго дедушки Ленина, А тонюсенькой книгой цитат Вени Ерофеева И твоим безлобно-убийственным, Кому мешало, что ребенок спит. Обнимаю, Женя Евтушенко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ